Добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодня мы займемся дальнейшей сборкой нашей тетановой кибитки. В этой серии вы увидите, как мы установили сиденье, рулевую колонку, работа с двигателем, проверка под нагрузкой батареи и много прочего интересного. Наливайте чаек и начинаем. Господа, так как меня немного уязвило тем, что некоторые диванные эксперты сделали диванный обзор на наш ролик, я не против критики, когда она реальна. Но мне не понравилось, что некоторые оскорбления насчет моих партнеров по работе были бы. И мы решили по-быстрому сделать эксперимент. Как говорят ученые, только эксперимент является критерием истины, повторяемый эксперимент. Все подошли четко. Взяли флюковский измеритель тока на постоянку. Измеряем напряжение на батарее. Измеряем температуру кабеля, попадающей шины и температуру батареи. Измеряем время. Но мы стартанули, плюс 5 минут надо добавить. Что мы имеем? Через, можно сказать, 10 минут температура батареи 25,5 градусов, температура провода 21,5. Как его... Напряжение вначале просело до 6,3, потом поднялось, видно из-за прогрева химоза там, до 64, ну почти до 60 пи. Ток, кстати, тоже подрос, 180 ампер. Вот. В общем, в качестве нагрузки нехромовая спираль, которая кипятит воду. Около 12,5 киловатт, такой лютый кипятильник. Мы подливаем воду. Ну вот, ждем, что будет... Ну, это лютая нагрузка будет для нашей кипитки. Это, вы что понимали, это все двигатели постоянно в максималке. То есть это, ну, если мы только будем вернаут делать в течение получасства, уперевшись об стену. Что реально будет, ну, я думаю, редкость. Потом специально откроем, и как нам человек сказал, что там будет выделяться 6 киловатт тепла на наших батареях, мне кажется, у него самого с законом МОМО и с математикой проблемы. Так что не надо говорить того, чего не знаешь, а то реально диванных экспертов бежит. То есть идеи насчет того, что нужны были сбросные клапанаты, мы и без вас знали. Вот их сделали бы нам. И как бы... Я, короче, не думаю, что здесь требуется делать охлаждение, потому что сейчас батарея, думаю, прогреется градусов до 35-40, и на этом стабилизируется. По той причине, что дельфа температура будет расти, и как бы, и все. Я понимаю, что для нас не проблема сделать охлаждение, у нас есть специальные профиля, но лишнее усложнение конструкции, я думаю, ни к чему. Но сейчас время покажет. Где-то должно... На таком заряде, да, Вань, где-то полчаса должно работать, минут 25-полчаса. Вот так вот, потом попробуем в следующий раз, емкость побольше возьмем, а то выплескивается вода, бочку, я думаю, да, вот. И только надо какую-то железную, вот. И на полный-полный заряд сделаем батареи, например, да, сегодня на ночь поставим и целиком заряжаться, и точно поймем ее емкостью, это вообще будет идеально. Вот так вот, такой получился кипятильник, жаль, что нету этого, тем не менее. Господа, еще хотел рассказать про... Кто узнает, кто смотрит игры не год, узнает, наверное, контактор, он опять нам пригодился. Но пришлось его прижать к этой наковальне, а то ногами держать приходится. Короче, смотрите, какой есть эффект. Вода туда-сюда раскачивается по непонятным причинам. Ну, скорее всего, потому что этот нагреватель спиральный, как-то это, какие-то флуктации происходят, в резонанс входит и раскачивается. Также решили перебрать мотор колеса, потому как при транспортировке у нас была повреждена изоляция одного из проводов. Поэтому мы все провода посадили в термоусадку, ну и еще дополнительно замотали изолентой. Проверили смазку в подшипниках, ее более чем достаточно, китайцы не пожалели. И соберем мотор колеса на хороший герметик. Вот что мы сделали на текущий момент. Смотрите. Прикинули, установили сидение Recarus с двухзонным подогревом. Очень хорошее, удобное. Поставили от десятки переднеприводную рулевую колонку регулируемую. Все уже крутится, работает. Сделали педальный узел. Это из титана, вот. Потому что у нас много титана. Все работает. Ну, тут еще его подрегулируем. Чуть-чуть увеличить... Короче, увеличили высоту крыши, а то я что-то не влезал туда. Посадка очень удобная. Вот. Сидится очень хорошо. Крутится вообще на месте очень замечательно. Так, все нормально. Сейчас выверну до конца. Она не лопнет, если... Во! Выворот адский. Ну, вообще... Вообще хорошо. Конечно, подгрузит батареи чуть. Но, как бы, в принципе, неплохо. Очень удобно так комфортно сидеть. Тут какая-то прям под спинку штука. Вот газуля. Мы, наверное, чуть сместим. А то далеко от тормоза стоит. Но, в принципе, нормально. Уровень пола где-то вот как моя пятка будет. Вполне удобно будет. Вот. Ну, все стоит. Все хорошо. Сделали посадку. Чуть смещена она влево. Может, было и посередине сделать. Но здесь, я думаю, поставим какой-нибудь инструментальный ящик. Или еще что-то. Какая-то будет зона хранения. Вот здесь вот продумываем еще. По поводу стекла. Скорее всего, будем заказывать триплекс под заказ. Потому что хотим поставить дворники и омывайку. А если по поликарбонату скрести дворниками, это ненадолго. Ну, придется помозговать, как его вклеивать. Но, думаю, разберемся. Вот. Если кто-то может засоветовать, где делают триплекс в Москве за нормальные деньги и качественно, напишите в комментариях, пожалуйста. Так, что я еще хотел сказать. Место под установку батареи сделали. Здесь будет батарея стоять. В принципе. А, кстати, перебрали двигатели. Вот эти Q-мотор с лидолом там, ну, с набивкой, с маской там было все в порядке. С проводами вроде все в порядке. Там кое-что перетерлось, переобжали. Ну, в принципе, все хорошо. Думаю, в следующей серии мы, думаю, уже будем пробовать на ней кататься. Ну, какие-то первые выезды будут. Надо эти все прихватки заварить. Ну, хотя бы большинство. И посмотрим ее уже, так скажем, в динамике. Ну, вот так вот. Ну, на самом деле, рама у нас получилась довольно легкая. Даже несмотря на вес мотор-колес, подвески там и так далее. Все равно можно ее понять. Коль, давай. Оп! И понесли. Многие говорят, что титановая стружка очень опасна. Даже есть байки, что там станок расплавился, сгорел. Но на самом деле горит только очень-очень тонкая титановая стружка. Толстая, которая идет, ну, при обычном точении, ее практически невозможно зажечь. Вот мы приготовили немножко тоненькой. И как бы... В принципе, горит, но... Так не особо, на самом деле. То есть, если ее подражечь, она нормальная. Ну, как-то так. То есть, все байки про то, что станок расплавился от титановой стружки, это миф. А вот насчет магния... Сейчас покажем. А вот насчет магния, у нас есть присадка магниевая. В принципе, она плавится и начинает так хорошо прям гореть. Можно поддуть кислородиком, и получается очень-очень даже тепло. Ха! 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 Блин, ты, бля! Ха! 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 Хотел показать, какие контроллеры мы будем использовать. Ну, в смысле, драйверы, инверторы. Я не знаю, как их правильно назвать для этих двигателей. Вот такой инверторик. Конторка у него вот так вот называется. Сабватон, блин. Ну, вот. Они по 3 киловатта шли в наборе с данными двигателями. Вот. Хорошо, что здесь силовые провода на... Ну, можно подсоединить на болты. Такие вот они себе. Вначале мы два поставим, потом поставим четыре. В наборе очень хорошо идет кабелек для программирования и эти фишки. Очень удобно будет. Вот. Сейчас будем прикидывать, как их устанавливать. Также мы для обесточения батареи будем использовать вот такой вот контактор. На 80 вольт. Ну, типа на 74. Ну, короче, до 90 будет нормально работать. Вот, собственно, такой контактор для постоянного тока. Сейчас мы его откроем, посмотрим. Приехал. Вот такой контактор. Вот у него управляющая катушка и силовуха. Вот, что он тут написано. 400 ампер. 72 вольта. Постоянный ток. Ну, я подобные пробу, работают вполне себе нормально. Вот, как бы. Не знаю, сколько... Ну, под нагрузкой мы их обычно не выключаем. И, как бы, я не думал, что сильно они дугуют. Я не знаю, они газонаполнены или еще как-то сделаны. Ну, вроде не пригорают. И так, на этом все. Подписывайтесь на канал. Поделитесь лайками. Надеюсь, было интересно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, надо Игорьку помолиться. Да, Игорьку. О, великий, егото, помоги нам в нашем нелегком деле. Мы в тебя верим. Хорошо? Давай. Да и сюда. Нет. Не нормально. Надо что-то тверждеть. Сейчас я принесу тебя. О, мы кипим. Быстрое кипячение воды. Блин, да чтоб тебя. Давай. Контактор. О, все. Контактор, контактор. Ну, мы решили просто так не кипятить, сделаем чайку немножко. А то что, как-то, вот. Вот, пускай у нас будет такой... Ой, ой, ну ладно, посмотрим. Заваривается. Такой-то. Понтовый чай. Ворища.